Есть два аспекта, которые очень для нас важны при выборе кофе из Эфиопии. Первый – это желание привезти кофе именно из региона Иргачиф. Примерно эти места считают родиной кофе, и вкус, который рождает местный терруар, можно назвать классическим. Тут вся культура выращивания кофе и сбора его как будто бы не менялась со сменой столетий. Как и раньше, кофейные деревья тут практически везде растут в диких условиях, никак специально не удобряются и не обрабатываются, потому что это и не нужно, а собираются, как и раньше, вручную толпами сборщиков под местные песни. Второй важный аспект – это стремление знать все о кофе, который мы продаем, и о людях, которые за ним стоят. Это желание найти таких партнеров в странах произрастания, для которых кофе – такая же важная часть жизни и бизнеса, как и для нас. Еще 5-7 лет назад сложить эти два аспекта было очень сложно. Детальной информации о кофе из Эфиопии и из региона Иргачиф не было. Кофе продавался через эфиопскую кофейную биржу, Ethiopian Coffee Exchange, и максимум, что мы могли о нем знать – это номер грейда, первый, второй или третий, примерную высоту произрастания и способ обработки. Но несколько лет назад условия экспорта упростили, и мы получили возможность работы с небольшими местными компаниями, которые предлагали то, что нам нужно – вкус и прослеживаемость. Так мы познакомились с молодой командой ребят из компании Тавдак. Это семейная компания из города Адис-Абеба, которая занимается как раз экспортом зеленого зерна хорошего качества. Они покупают и строят станции обработки в регионе Иргачиф, занимаются сбором ягод у местных фермеров, обрабатывают их и готовят на экспорт на свои станции сухой обработки в городе Адис-Абеба. В прошлом году мы привозили кофе со станции обработки Гелана Абая, а в этом – со станции обработки Беличи. Ребята из компании Тавдак стремятся развивать местные сообщества, которые участвуют в выращивании вкусного кофе. То есть доплачивают хорошие премиальные за вдумчивый сбор спелых ягод, привлекают только тех жителей, которые находятся вокруг станции обработки, в процесс обработки кофе на станции, и стараются развивать местную инфраструктуру, строить дороги, организовывать транспорт детей до школы, ремонтировать хижины и прочее. Нам это очень близко, и мы с удовольствием покупаем такой кофе, хотя по вкусу он может и ничем не отличаться от кофе неизвестного происхождения. Здравствуйте, Денис и всей Лоботряс кофе команда. Таким образом, мы делаем каждый кофе, который мы отправим, трясовым. Мы идем специально к тому, где кофе приходит, мы регистрируем фармера, и мы специально приготовим специальную подготовку. Все это работает, чтобы сделать кофе, который приходит к вам, очень специально. Итак, встречайте кофе мытой обработки со станции Белича. Это классическая мытая Эфиопия с цветочными ароматами, легким телом и цитрусовыми нотами во вкусе. Мы обжалили его под фильтр и под эспрессо отдельными профилями, которые позволят ей хорошо раскрыться и в воронке, или в аэропрессе дома, или в домашней суперавтоматической кофемашине, или, например, в турке. Чтобы было проще заваривать, посмотрите наши ролики о домашнем заваривании на нашем канале YouTube или Вэйджи ТВ, и делитесь своим опытом и впечатлениями. Мы их внимательно читаем. Пейте вкусный кофе и покупайте кофе с станцией обработки Белича. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!